Доброе время, друзья, всем. Давайте поставим, пожалуйста, циферки от 1 до 10, как меня видно и слышно. Поставьте циферки, чтобы я понял, что вы меня хорошо слышите, видите. Надеюсь, звук хороший, вам комфортно. Да, у меня супер модный микрофон. Ну, вот, соответственно, со звуком проблем никаких нет, все хорошо. И рад всех приветствовать с сегодняшним вечером, а у кого-то даже днем. Вот у нас будет очень интересная тема для общения, в принципе, для этой встречи силы рода. Будем говорить о предках, о том, какие были традиции, как возобновить связь с родом, как понять, почему мы болеем, испытываем проблемы, затруднения, какие-то там переживания, какие-то препятствия в жизни, да. Выясним, почему они возникают, выясним, как их можно избежать и самое главное трансформировать, то есть обнулить для того, чтобы наши детки, любимые дети, внуки и правнуки уже не испытывали в будущем эти проблемы, вот, а чтобы они развивались дальше. По здоровью, финансово, материально, духовно, энергетически и разносторонне. Хорошо, друзья. Я попозже немножко расскажу о себе, вот, как я к этому пришел, также мы сделаем обязательно сегодня довольно-таки интересные практики родовые по роду, вот, который позволит вам, во-первых, очистить родовые каналы, помимо энергетических каналов, нади, пинговые и так далее, у нас еще есть родовые каналы. Также это позволит воссоединить связь с родом, которая, возможно, была оборвана, вот. Сейчас, пожалуйста, поставьте не пятерочки, кто уже осуществляет какие-то родовые практики, вы уже работаете. Это, может быть, древнерусские какие-то знания, расстановки по Берту Холенгеру, можете даже прокомментировать, что это. Может быть, вы работаете с древом рода, ух ты, как много людей, вам огромный-огромный пламенный привет, вы молодцы, что взяли на себя такую ответственность, выровнять свой род, поработать со своими предками великими, да, дать им немножко энергии, силы. О, я смотрю, очень много людей осознанных, очень много людей подготовленных. Это огромное-огромное вообще дело на самом деле. На самом деле методов существует огромное количество, сейчас количество, да, есть психогенетика, как я говорил, расстановки по Берту Холенгеру, древнесеверные знания, древнерусские, вот, есть отмаливание, отчитка, все они работают. Вот. За многие-многие годы, вот, я создал такую, точнее говоря, это не мне даже принадлежит, я всего лишь, скажем так, скромный проводник высших сил, которые это все передают. Я собрал систему за долгие годы из разных знаний, в основном преимущественно из древнерусских, из северных знаний по работе с родом. Каждый день благодарим предков, просим им благословения, Людмила. Вот это правильно, вот это наш человек, да, так и нужно делать. Благодарить за то, что нам подарили нашу душу, жизнь, тело, разум, сознание. И благодаря нашим предкам, именно благодаря им, мы можем сейчас собраться, сидеть все вместе, общаться, смотреть друг на друга, да, кто-то третьим глазом, кто-то четвертым, так, энергетически. Ну и, конечно, поддерживать друг друга, любить, давать тепло, любовь и добро. Эти знания, они по работе с родом, они долгое время, знаете, были фактически засекречены, какое-то время их даже пытались уничтожать. Но сейчас, в данный момент, эти знания вновь пробуждаются, их передают человечеству. Как многие из вас знают, сейчас на Земле наступила эпоха волка, или чертог волка мы вошли. В некоторых традициях это называется эпоха Водолея, вот, время, когда идет духовное развитие, расцвет, рост. Понимаете, на Земле просто с неудержимой скоростью, с огромной скоростью растут вибрации. Соответственно, люди, которые жили по старым моделям, программам, страхи, негативных эмоциях, вот такие люди, они, конечно, уже не смогут выживать на Земле, им будет очень тяжело, очень трудно, вот, и вы можете заметить, что на Земле идет чистка. Очень многие люди, кто подвержен влиянию алкоголя, там, наркотиков, какой-то негативной информации, деструктивной, вот, негативизм такой, знаете, патологический, такие люди очень часто болеют, очень часто умирают. Поставьте плюсики, кто это видит, кто это чувствует, кто понимает, что жить так, как раньше нельзя, уже не получится. Вы же прекрасно понимаете, что нам нужно развить себя до состояния божественного, до состояния Бога-человека, чтобы трансформироваться и уже переключиться на более высокую работу. вот, есть своего рода много людей, которые там в единое время, например, начинают молиться, читать мантры, замать Землю, очищать пространство Земли, да, ну, раком, не только раком, ну, и в том числе и вообще многими заболеваниями, что там говорить. Вот, в древности, когда на Земле была ведическая цивилизация, были ведические устои, соответственно, люди ведали, они знали, они понимали коны, именно коны мироустройства. Сейчас нам очень много преподносится с обратной стороны, мы выходим за пределы кона, то есть за конами, вот, и начинаем делать какие-то вещи неправильно. Но так как есть возможность пробудить именно эти древние знания, пробудиться ото сна, понять, что происходит, как происходит, какие моменты влияют на это, да, какие коны, правила, установлены во Вселенной, высшими силами, богами, по мере этого распознавания человек начинает преображаться, приобретать божественное качество сознания, разум, интеллект. Вот, и, конечно, очень важно прислушиваться к себе, к своей интуиции, к внутреннему голосу. То есть, время передавать эти знания, время жить по любви, по сердцу. В древности была, конечно, потребность в знаниях, сейчас нам эту потребность и тягу к знаниям заменили потребность к материальному. Не как всем, но к большинству людей. Комфорт, деньги, айфоны, машины, дома. Причем люди хотят быстрого результата. Они не хотят работать, зарабатывать это все постепенно, так как положено по конам. Поэтому берут кредит и попадают в кредитное рабство. То есть, по сути, кредиты – это энергетическая петля, удавка, которая затягивается каждый раз, когда человек делает движение. Как Каббала, где нет начала, где нет конца. И мы должны вернуться к тем истокам, к истокам тех знаний, по которым ведали и жили наши с вами предки. И, конечно, в древности, в былые времена, знания, познания и ведания, они были выше любых каких-то материальных, примитивных ценностей. Потому что тот, кто обладает знаниями, обладает властью, обладает силой, собственно, и всем остальным. Я не говорил, что гаджеты – это плохо. Я выразился таким образом, что люди заменяют знания, ведания и духовные ценности на золотого тельца. То есть, начинают поклоняться. Кстати, те же гаджеты и материальные ценности от наркотиков мало чем отличаются. Природа ума наша настолько материальна, а ум, он не насытен, что человек, получая что-то одно, потом хочет получить что-то другое. На каком-то уровне эволюции эгоизм человеку необходим. Да, там карьера, реализация, зарабатывание денег. Но когда вы станете миллиардерами, что вы будете делать дальше? Вам станет скучно. Насколько я знаю, общаясь и консультирую многих там миллионеров, успешных людей, бизнесменов, политиков, все эти люди, они совершают ту или иную аскезу. А на самом деле, состоятельные люди по-настоящему не нуждаются в этих дешевых игрушках, так же, как в дорогих машинах. Есть просто категория людей, которым нужно подчеркивать свой статус и потом поддерживать, тратить 70% материальных ценностей на поддержание. А есть люди, которые самореализованы, они аскетичные. Они могут там голодать для очищения организма, пить воду, питаться разумно, одеваться в обыкновенную одежду. При этом они более состоятельные, чем кажется. Такие люди, как раз, как правило, стремятся к духовному знанию, который развивает внутреннее божественное сознание человека. Знание – это то, что движет человека постоянно, непрерывно, потому что там нет предела, нет границ. Понимаете? Обогащаясь, обновляя свою кровь в клетке, обновление крови происходит через именно познание, через духовный опыт для кого-то, это магический опыт. Оно позволяет человеку жить, получать удовольствие. То есть то, что называется, расширяет зону комфорта. Итак, как я пришел к этим интересным, замечательным знаниям? Ну, длительное время, наверное, с самого раннего детства у меня были видения интересные, различные, да? Были всякого рода ощущения, которые я не мог объяснить для себя. Наверное, боялся даже говорить об этом. Постепенно, конечно, я развивал себя, интересовался системами, знаниями, опытом, совершал практики какие-то. По мере своего жизни опыта было много всего интересного происходило, да? Я понял, осознал одну вещь, что изначально, конечно, я пренебрегал почему-то этим. А родовые знания по работе с родом, с предками, они являются чуть ли не первостепенными и важными. Какими бы мы там космическими сверхсознательными существами не были, пришли мы на Землю в физическом, в материальном теле, в теле человека. А, соответственно, у нас есть связь с родом, с предками ДНК, где прописаны все программы болезней, успеха, реализации, страдания. Или же, наоборот, счастье, да? В свою очередь. Соответственно, зная методы, техники, работы с данными, с системами, программами, мироустройства Вселенной, можно изменять всегда в лучшую сторону. И грамотно пользуюсь. Именно этими знаниями я бы хотел с вами поделиться. Вот, сегодня мы будем говорить о каких-то вещах, которые не требуют глубокого переосмысления. Это не требует огромного количества времени. Вот. Позже расскажу о тренинге, на который я вас приглашаю. Там уже будет, конечно, такая более интересная, интенсивная работа. Вот, будет очень много практик и так далее. Игорь, вы зацикливаетесь на каких-то вещах, на словах, цепляетесь, пытаетесь выдавить из пальца. Я сказал, что не нужно ставить материю выше Бога. То есть, не надо поклоняться золотому тельцу. Есть вещи необходимые, которые есть как потребность, необходимость для связи, так же и так далее. Есть, когда человек поклоняется и живет, когда деньги ради денег, бизнес ради бизнеса, но он не получает удовольствия, когда питается в дорогом ресторане или садится в свой Феррари. Вот. Он не получает удовольствия от жизни. Поэтому все необходимо по мере необходимости. Это принцип золотого отсечения. Или принцип отсечения ненужного, то, что не необходимо. Если вы хотите что-то кому-то доказывать, доказывайте себе. Хорошо? Тогда проблем никаких не будет. Вот. Всегда старайтесь смотреть на внутреннюю часть, на внутреннюю составляющую объекта. Значит, про тренинг я более подробно расскажу немного позже. Позже расскажу на ближайшее завершение, когда сделаем практики. Тренинг будет идти 4 дня, 4 дня, а в среднем, знаете, будет идти по 3 часа. Там заявлено минимум 2 часа, но в основном менее 3 часов не получается общаться, потому что много практик. Вот. Здесь будет особенно много обрядов и практик. Также прямая проработка, будет много конкретной информации. Вот. Все это вы сможете потом взять в записи, пересматривать и работать. Самое интересное, что собираются единомышленники и те люди, которые хотят изменить свою жизнь качественно, именно изменить свою судьбу. Вот. И я специально таким образом сделал расписание, что 4 день, условно говоря, 4 день мы будем работать, я буду отвечать на ваши вопросы. Вот. Что будем говорить про татуировки или про силу рода. Насколько вам это интересно? Дело в том, что если вкратце вас этот вопрос очень сильно интересует, а я уже сказал, что он смотрит в суть, в корень субъекта и объекта, а не внешнюю сторону, то татуировки издревле были привилегии шаманов, худесников и волшебников. И имели право их наносить люди, которые являлись своего рода духовными проводниками в родах. То есть изначально это были магические татуировки, шаманские и так далее. То, что у меня, это связано только со мной и с моей личной жизнью магическое, энергетическое. Соответственно, если вы, допустим, обладаете тонким зрением, вы можете настроиться, посмотреть, задать вопрос высшим силам и вы получите ответ. Если вам такой ответ не приходит, значит, вам это не нужно знать. И все, все очень просто. Но внешность, она не всегда будем так говорить, ответит на все ваши вопросы. Поэтому концентрируйтесь на том, что вам интересно. Если человек интересен духовные аспекты, нравственность, божественные аспекты, он будет обращать на это внимание. Если ему что-то другое интересное, он будет спрашивать там, женат, не женат, почему татуировки, почему такая прическа, что-то еще. Понимаете? Вот. А насчет того, что были татуыры у Русичи или нет, говорить очень трудно, потому что если брать этнографические исследования, археологические раскопки, то я такого не встречал. Но однозначно татуировки были у нордов, то есть они были у викингов, да, скандинавская Русь, как говорится, наносились не только у жрецов, у шаманов, но также они были у воинов, у викингов однозначно, были 100%. были у кельтов, а были у друидов, а это все родственные культуры, в принципе, салвинизма. Также они были у германцев, особенно у воинов, и у кудесников, то есть у шаманов, колдунов, волшебников. Однозначно были раскопки на плато, на плато это Алтайский регион, Новосибирский регион, шаманы тоже были, да, то есть ну скажем так, чтобы справиться с этой энергией, ну нужно хотя бы иметь какой-то потенциал определенный. Поэтому давайте все-таки общаться по теме. Если вы хотите по этому поводу почитать, сейчас много этнографических, археологических содержаний, можете почитать Рыбакова, который много, а русскому языку пишет, вот и получите, скажем так, более авторитетный, все-таки я не археолог, не историк, вот, мои познания, они так или иначе ограничены. Хотя я изучаю летописи и как бы блинную литературу сказы, это все не суть. Итак, значит, надеюсь, я ответил на ваш жаждущий вопрос по поводу вот этих вещей. Всем еще раз добрый вечер для тех, кто присоединился. Значит, по поводу комментариев Светлана могу однозначно сказать Питеру привет, кстати, обожаю Питер, прекрасный, красивейший город. Адам и Ема не только не были первыми людьми, если вы внимательно прочтите Библию, там написано, что до Адама и Емы были люди. Это первый момент. Второе, это не наш род, это иудейский род. Я лично, например, русский человек, да, у меня есть свои предки. Моих предков звали Сварок, Перун, Велес, Дашбок, Ерила, Хорс. Это те предки, которые стали богами, которые дошли до уровня богов. Соответственно, наши с вами предки, они не были обыкновенными людьми в этом понимании слова. Они были на уровне богов. Соответственно, когда мы взаимодействуем, если брать глубинные знания древнесеверные, исконные древнерусские, там говорится, что так же, как и в ведических знаниях, во всех ведах, там, иранских, пакистанских, арабских ведах, там, сказках арабских, что наши далекие предки были богами. Если мы сейчас вынуждены ходить на какие-то там тренинги по развитию экстрасенсорики, обращаться к шамамам, к худесникам, экстрасенсам, чтобы посмотреть прошлое, настоящее будущее, войти в хроники Акаши, да, кто-то через Акаши работает, кто-то через тонкие элементы, там, через Англию, Ганхаров, кто-то через Рот, кто-то напрямую информацию получает через поток. Да, есть сейчас рождаются дети индигокристаллические, дети, которые тоже получают напрямую информацию. Так вот, способов и методов много. Все они клевые, все рабочие, все хорошо, но, однако, наши с вами предки, они действительно были богами. Соответственно, отношения были такие, что мы не называли себя не рабами, не вставали на колени, но говорили, что мы дети и внуки Божьи. Соответственно, это уровень любви. То есть, любой духовный опыт, любой божественный опыт, он отталкивается от чего? Что мы идем от любви к еще большей любви. Понимаете? Когда что-то идет через страдания, мучения, притязания, это уже надо подумать, откуда это идет, откуда дует ветер. Вот. Конечно, много тысяч лет, много тысяч лет родовые знания, знания связи с родом, они стирались на земле, уничтожались беспощадно, артефакты, места силы, капища уничтожались, на места капищ церкви специально ставились, чтобы перекрыть родовые каналы. Но сейчас очень сильное возрождение идет. Вот поэтому возрождение знания, можно сказать, что знание невозможно уничтожить. То есть, любое возрождение начинается с того, когда мы задаем вопрос, кто я, зачем я пришел сюда, на эту землю, и какова моя цель. Поставьте мне, пожалуйста, восьмерочки, кто задает себе этот вопрос, хотя бы единожды, ну или может быть постоянно. Кто я, зачем я здесь, и зачем я пришел сюда. Молодцы, я рад, что огромное количество людей осознанные, значит вы, вы уже работники света. Вы уже задаете вопрос, зачем вы пришли, потому что человек, который себе не задает вопрос, зачем он здесь, в его сознании существует такая политика. Поел, поспал, поел, поспал, все, на этом жизнь работает. Поэтому очень необходимо задавать себе эти вопросы, действительно думать об этом, вспоминать, что у нас есть божественная миссия, а сейчас идет такая информация, что нам необходимо, есть люди очень успешные в жизни, они реализованные, у них там финансовая свобода, бизнесы, они путешествуют, занимаются духовным развитием, жертвуют там на храмы, на развитие каких-то духовных знаний, изданий, может быть, даже духовных книг, вот. Но наша задача полностью пробудить свой род, род земной, род божественный, убрать все кармические родовые узлы, так называемые, и помочь другим родам тоже пробудиться. Вот смотрите, очень интересно получается, что у нас есть условно говоря, индивидуальная карма, карма в переводе с санскрита переводится деятельность, ну, дословно говоря, она переводится деятельность. Когда человек что-то делает, хорошее или плохое, неважно, он осуществляет деятельность, то есть создает карму. Допустим, делает все время подарки, дарит цветы, улыбается, это хорошая карма. Негативная карма нейтрализуется, ведущаясь понятие а-карма или карма, да, если брать ведические знания. Ну, хорошая карма тоже в какой-то момент заканчивается. Также у нас есть с вами и карма народа, совокупность поступков наших предков. Вы же понимаете, что там тысяча поколений, тысяча людей, которые рождались и осуществили какие-то действия. Были хорошие предки, были не очень. Была война, мы прошли революцию 17-го года, Первая мировая война, Вторая война, русско-японская, Филиппинская война и так далее. Войн было очень много. Люди, ну, косячили, совершали ошибки. И у нас есть с вами возможность обнулить эту деструктивную карму, то есть родовые кармические узлы. Сначала их выявить, узнать, определить, а потом обнулить. И вот эти методы техники как раз я буду давать уже на тренинге силы рода. Сегодня мы их обсудим, поговорим, как это можно сделать. Возможно, я не удивлюсь, что кто-то уже с этим работает. Эти знания не новые, это знания не мои, они мне не принадлежат. Я лишь как божественный проводник буду вам их передавать, рассказывать, показывать, делиться своим опытом, потому что это применяется мной и многими другими людьми, которые решили изменить жизнь. Самое интересное, что в отличие от тех же расстановок вам не потребуется ходить куда-то, обращаться к другим людям, вы сможете дома самостоятельно с этим работать и даже обучать тех, кто хочет изменить свою судьбу. Осознать свою миссию очень легко. Достаточно отказаться от того, что вас угнетает в жизни и понять, если вы не имеете собственную цель, то вы всегда работаете на цели других людей. Золотые слова, правда? Нужно делать то, что вам приносит трепет души, открывает у вас божественное дыхание. И это и есть ваше предназначение преображать мир через свет и любовь. В роду достаточно одному человеку заниматься этим вопросом, чтобы помочь всему роду. Так как сейчас есть уже готовые знания, инструменты, технологии, которые позволят вам это сделать. как правило, так и бывает, что одни говорят, а, типа, эзотерики чокнутые, там, шизотерики, секта, а, мясо не ешь, секта, водку не пьешь, сетка, еще сигареты не куришь, 100% сектант какой-то, с головой не все в порядке. А каким родом заниматься, я лучше пойду во дворе пиво попью, да? То есть всегда было интеллектуальное меньшинство таких людей было меньше. Духовное меньшинство меньше. Но сейчас с каждым годом становится все больше, 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 больше. Поэтому нам необходимо вот действительно раскрывать свой род. Сейчас идет рассвет сварога. То есть это не значит, что обнулился негативная карма. Это не так. Иначе бы люди не болели, не испытывали стресс. Наталья, уточните вопрос. Гая-3 ягья, вы имеете в виду ягья, обряд огненного жертвоприношения? Что вы имеете? Вообще любая ягья и любая пуджа, ведические огненные ритуалы, наши предки тоже были огнепоконниками, солнцепоконниками. это безусловно остановка ума, это безусловно очищение санскары и анардхи. Санскары это так называемые негативные кармические узлы, которые завязались на сердце. Санскары это наросты на нашем поле, информация о страданиях, болезнях и спросах уплощения. Анардхи это переживания негативные в сердце. Именно ягья, пуджи, мантры, обряды подношения богам треба на капище. На капищах это подношение дома, на божнице дома, на домашнем капище безусловно дают очищение кармы. Это так. Можно сказать так. И конечно же есть определенные условно говоря признаки проблем в роду. Сейчас мы будем говорить, почему они есть и почему их надо будет обнулить, то есть убрать. Значит основные признаки проблем в роду вы сейчас можете понять, что 80-90% населения земли не тем страдает. А страдает по одной простой причине. потому что мы забыли свой род, своих предков, своих дедов. Старайтесь расценивать эту информацию каждый на своем уровне. Кто-то уже продвинутый, работает с родом, кто-то вообще далек. Не надо сразу делать там какие-то эти критические замечания, потому что я говорю в целом для тех, кто условно говоря вообще далек от этого, кто хочет с этим соприкоснуться. Смотрите, прежде всего признаки проблем в роду постоянной болезни, алкоголизм в семье, наркомания в семье, частые болезни, когда рождаются только девочки, когда рождаются только мальчики, но либо сильно болеют, либо рано умирают, до 30-40 лет условно говоря. И все время проблемы. Это материальные проблемы, финансовые. Проблемы с позвоночником, проблемы с зубами, боли в коленях, это бесплодие мужское и женское. Это когда у женщины проблемы по-женски. Проблемы по-женски это может быть обиду на мужчине или на отца, но в том числе и врагу. И эти проблемы можно и нужно выявлять, диагностировать и обнулять. Значит, что самое простое мы можем делать в домашних условиях? Капище – это серьезно, это можно сделать, если вы живете в деревне, у вас там большой участок, соток 50. В принципе, капище, конечно, оно любит лес, там простор, в том месте, где мало людей, но если у вас хороший большой участок и там многолюдно, или вы там постоянно пребываете, можете поддерживать это в благости, вы можете сделать домашнее капище. Но гораздо проще сделать дома божницу, как это говорили, то есть северная часть, восточная или северная-восточная часть, там помещаются все фотографии предков, все, которые только есть, бабушки, дедушки, прабабушки, родители, все и живые, и те, кто в нафи ушел. А вот помещаются также изображения богов, образы, фотографии, кумиры, чуры. Почему чуры и кумиры, вы спросите? Что такое? Что за кошмар? А в древности не было фотографий. Соответственно, чтобы сохранить связь с предками, эту тонкую ниточку, из определенного древа вырезали образ, именно образ, потому что у нас образная вера была. Изображение богов, вот, и одновременно боги, это наши далекие предки, среди предков. Это сейчас у многих языческих народов сохранилось, которые поддерживают традиции, чтят веру предков. Это чуваши, мордва, эвенки, ханты, манси, там, чукчи-коряки, потом лопари, да, у карелов это и есть там. Ну, в Скандинавии, несмотря на то, что, как бы, Европа, она в непонятном, сомнительном состоянии, очень много язычества, она опять расцветает. Если вы поедете, например, из центра, там, из Офа, куда-то в провинцию, то увидите, что люди ходят с молотами Тора, вот, у всех тоже какие-то капища стоят и так далее. Это на самом деле не афишируется, это не модно, хотя там, например, в музыкальной индустрии темноязычство очень коммерческое, очень, это даже хорошо, не считая, на каком-то этапе, но сейчас по всему миру однозначно идет возрождение той самой древней северной веры, о которой говорили многие святые, старцы, пророки, в том числе и там, Настрадамус, там, кто еще у нас есть, Ванга, много кто, то есть это все исследовалось, говорили, что пойдет возрождение древней северной веры. Именно после этого, как бы, ну, начнут прекращаться большая часть проблемы большинства человечества, вот, значит, обратите внимание, что на земле более устойчивы те народы и те рода, которые чтут и почитают предков. Например, горные народы, да, на Кавказе, у них очень сильное уважение к старшим, к дедам, они помнят на память, там, седьмого по сороковой колено. Если, например, еще в восемнадцатом, девятнадцатом веке на память помнили сорок поколений, уже после революции, там, семь поколений, сейчас вообще гораздо хуже все. Сейчас, если два-три поколения знают, то потом уже, сами понимаете, что все хуже. И вот эти народы, которые чтят предков, уважают род, они более устойчивые на земле, они более закорененные, их тяжело сдвинуть, у них нет проблем, они долгожители, у них со здоровьем все хорошо. У них, как правило, всегда там, опять говорю, посмотрите на народы горные, да, там, Кавказы, рестораны, бизнес, все, они финансово обеспечены, крепкие семьи, большая рождаемость. Они не думают, как прокормить, они берут и рожают, по пять-шесть детей. И правильно делают. А в современном обществе, к сожалению, идет такая вещь, что вот там, как бы одного прокормить, два, это вообще страшно, три ребенка, это уже многодетный, это неправильный подход. Поймите, что вот у наших, даже родителей, бабушек, дедушек, не было такого комфорта, как сейчас. А рожали, там, по пять, по семь детей. Понимаете? И все было нормально, боги давали, как-то все было нормально. Вырастали, здоровое поколение, хорошее. О, 500 человек, вообще супер. Это очень круто. Это очень серьезно. Вот такого, вот такого рода работа, с древом рода, она открывает очень сильно дороги. Я приводил аналогию, что, вот рождаемся мы с вами, да, вот такие маленькие детки, хорошие такие, красивые. Мама с папой нас любят, бабушка с дедушкой любят, на последнюю пенсию, на копейки, покупают нам всякие вкусняшки, конфетки, игрушки, да, они нас любят, они нас оберегают и беспокоятся о нас. И, что происходит? Приходит время, они покидают тела, уходят в мир Нави, у наших предков называлось это Нави. Нави там, где существуют духи предков, души, которые либо перерождаются, либо после перерождения дух попадает в древо рода. То есть, есть память о духе, есть память о душе. О, Елена пишет, по 16 рожали, моя бабушка из 11-детной семьи. Это очень достойно вложение. Ну, например, мой отец, 13-й ребенок в семье. Представляете? Как вообще, насколько вот я уважаю деда, преклоняюсь, что, хотя, там уже гонение, вот это раскулачивание пошло, да? Молодцы, они это делали. Какая силища, да? Какая мощь вообще. А, кстати, когда есть проблемы в роду, у людей очень, ну, уже в раннем возрасте начинают болеть, гнить зубы. А у кого вот крепкие зубки, да, у них, как правило, в роду все хорошо. Ну, есть еще, конечно, астрологический, планетарный момент, когда Сатурн негативно работает, там тоже могут быть проблемы с зубами, с костями, ну, это уже, как бы так, нюансы, да, астрологические. Ну, низкий поклон, да, таким бабушкам и дедушкам, которые продолжали рот активно, вот, это наша сила, это наша мощь. И сейчас что происходит? Людей, которые деградируют, а вибрации с космической скоростью сейчас растут, идет чертох волка, да, рассвет сварога будет переходить в день сварога, вся тьма, все бесы, вся нечисть, они будут вынуждены куда-то аннигилироваться, да, то есть, ну, им уже здесь не место в этом пространстве, потому что идут воплощения световых душ, идет воплощение землеучителей божественных, возрождается древнее знание. Самое простое, что мы можем с вами сделать, я сказал, начать прорабатывать свой рот, собирать всю возможную информацию про ваших предков, бабушек, дедушек и составлять это в единое древо рода. Это первый момент. Второе, собрать все фотографии и начать делать подношения. Ведохот называется подношение, в древней русской традиции называется треба, треба, да, по-моему, в украинском языке если не ошибаюсь, это тоже сохранилось. То есть, как это делается? Как я сказал, собираете все фото, выставляете в одном месте красиво все это, обязательно чистенькое, можете ручник, какой-то полотенчик или немного убивать. И вот, там можете также поставить изображение или кумиры богов, что по сути, как я и сказал, есть изображение предков. И туда мы делаем подношение фрукты, можно блины, потому что блин, это хорс, это диск солнечный, да, тоже сакральная вещь, пироги. В общем, все, что угодно, кроме спиртного, кроме мясного, можно подносить. Ну, в древности и охотники, как бы, и дичь подносили, но это уже немножко другой культ. Сейчас нет такой потребности, но и вы не охотники, вы не бегаете в лесу с копьями, там, с оружием, правильно? Большая часть людей, по большей части. Охотников сейчас мало. Это особое сословие, особое состояние духа. И когда мы с любовью предлагаем предкам какое-то подношение, вот, оно становится обожествленное, одухотворенное. И, соответственно, дальше его можно тоже вкушать. Предки получают определенную тонкую энергетическую подпитку. Еще очень благоприятно читать здравы, славление предков, славление богов. Да, можете взять какую-то мантру читать. Тоже мощные вибрации, потому что мантры – это вибрации, значит, бога, воплощенные в звуке. Так как большинство мантр – это ведические, они имеют отношение к ведической культуре, она очень близка к нашей родной культуре. Вот. И предки наши, получая тонкую энергетическую поддержку на тонком уровне в мире Нави, они укрепляются в своем пространстве. Им уже ничего не остается, как заботиться о нас, как помогать нам в яви, в проявленном мире, убирать проблемы, устранять какие-то препятствия и так далее. У викингов, у скандинавов, нордов, норманов, особенно в Исландии, вообще были жесточайшие условия выживания, особенно в Исландии. И там безусловно Тору, Тюру, Одину делали подношение дичь. И северные славяне, и даже южные славяне, когда совершали удачную охоту, подносили дичь. Безусловно, это было сноб, какой-то там колосье. Но почему? Потому что раньше было рыболовно-охотничий строй, и люди этим выживали. Не было супермаркетов, магазинов, соответственно. Да, подношения должны стоять некоторое время на алтаре, или как говорят наши предки на алтаре, алатик камень, да, это оттуда слово алтарь произошло. Они вкушают, и что происходит? Чем отличается ведическая культура или родная культура от собственных других направлений? То, что смотрите, мы становимся сопричастными к тому, на что мы обращаем внимание. Как только боги и предки что-то вкушают, пища становится обожествленная, и мы приобретаем тоже качество богов и лучшие качества предков. Они вкушают, и потом мы можем это кушать. Я, например, каждый раз, когда что-то готовлю для семьи, я это предлагаю сначала богам, родным, предкам родным, потом мы это все вкушаем. Идет очищение сознания, это то же самое, как ведический парасад, ведах в индийской, в индорийской традиции. Все сначала предлагается богам, а потом уже человеку. Тогда пища не действует как яд. Вот если пища не освещенная, не предложенная предкам и богам, она действует как яд на тело и на сознание. Но если она обожествленная, освещенная, она уже освещает нас. Понимаете? Тут все очень просто. Не на определенный заговор обращения к роду, к хранителю рода, я буду давать непосредственно тренинги силы рода. А вообще рекомендую обращаться своими словами, с любовью. То есть просто делать это максимально просто, из чистого сердца. Во время практики различные какие-то ощущения интересные происходят. Сегодня мы тоже будем делать практику. У меня нет возможности комментировать ваше персональное ощущение во время тонких практик. Возьмите контакт у Светланы, напишите мне в скайпе или там в контакте, я вам с удовольствием отвечу. Сейчас мы будем отвлекаться на все вопросы, но мы не сможем обхватить всю обширность темы. А у нас еще тут впереди практики. Думаю, вам будет интересно. Вообще, конечно, многие процессы происходят, если вы видящие, да, видите. Но иногда не стоит этому уделять чрезмерно серьезное внимание, стоит наблюдать, и вы получите определенный опыт. Ответы чаще всего приходят тогда, когда вы готовы, в виде знаков, ответов через каких-то людей. Так же, как и сны, иногда их нужно расшифровать, иногда просто интуитивно чувствуете, что сегодня вам туда идти не надо. А сегодня вам, например, лучше остаться дома, не садиться за руль. Все, вы отпрашиваетесь там где-то на работе. Все происходит хорошо. А на следующий день в добром здравии идете, куда вам нужно, и с вами все замечательно, все прекрасно. Когда присеждаешь, хрустит левое колено. Ну, у нас в колене там есть такая штука, называется мениск. И есть еще жидкость такая, которая отвечает за смазку в суставах. Это уже из области спортивной медицины. Нужно немножко применять по питанию, наверное, поберечь суставы, может быть, делать суставную гимнастику, профилактику таких вещей. Потому что многие любят пальчиками хрустить. Это нехорошо, потому что потом пальцы болит. я уже говорил, что я работаю по тем знаниям, которые ко мне приходят, до которых, может быть, я дарил в свою очередь. Это деревне северной традиции, это деревне русские знания. Остальные знания я уважаю, но с ними я не работаю. Я говорю об этом в начале. Безусловно, я экспериментировал и в разных направлениях есть очень много интересных моментов. Самое главное брать то, что вам нравится. Брать лучшие моменты, которые подходят именно вам энергетически, как бы ментально, которые вам приятны, потому что в суфизме очень много, именно в настоящем суфизме, я не имею в виду тот, который сейчас выдают, там очень много родовых практик хороших, да, в семиных традициях. Но основа это древнерусские знания, которые распространились по всему миру, которые были где-то синтезированы, что-то изменено, что-то осталось в первозданном виде, и это есть база, есть основа. А смотрите, у нас древо рода представляет собой, как обычно, три части, корни, ствол и крона. Поливать же надо корни, понимаете, что когда мы корни поливаем, то дерево растет. Поливать ствол бесполезно, крону тоже поливать бесполезно. Соответственно, надо обращаться к корням, тогда все будет хорошо. Давайте практику, я что, сюда зря пришел, что ли? Сейчас будет практика, мы уже готовимся, настраиваемся. если дать на физику, мне нужно объяснение происходящего со мной. Психосоматика, с физикой может что угодно происходить во время тракта, медитации, даже когда вы йогой занимаетесь, идет мощнейшая трансформация сознания и тела. Когда мы переходим, например, с вегетарианства на сыроедение, сыроедение на соки, там тоже много чего происходит. Нужно отслеживать это просто все, тогда будут правильные процессы. Так, я чувствую пристальный взгляд серьезных эзотериков, магов, экстрасенсов, чирогиев и волшебниках. Когда слишком серьезные вопросы, мне охота шутить начинать. У меня на одном вебинаре, вчера или позавчера, я не помню, одна женщина все время спрашивала что-то в таком стиле, что ты, наверное, с нечистой силой работаешь, вот что-то в тебе не то чувствует. Я вот просто даже не знаю, как на такие вопросы отвечать. Я, естественно, сказал, она говорит, на каком канале ты работаешь? Она раз 500 задала мне этот вопрос, там уже ее все пытаются отвлекать как-то, чтобы она не мешала занятию. Я говорю, ты знаешь, я тебе честно скажу, я сейчас сделал запрос через канал божественный, я работаю в малиновом канале. Она мне такое сообщение писала, не надо зомбировать всех на малину, малину любят все. Но это помогло, поэтому если вы будете задавать слишком серьезные вопросы, то я тоже буду рассказывать про малиновые каналы. Можно сейчас, наверное, сделать практику. За спиной у нее изображение богов. Божественная мать, это картина очень мощная, кстати, видящая сильные женщины. Она в Уфе у нас живет, путешествует по всем миру, Зири Никитина. Она классные наркокартины пишет, изображения арийских богов. Необыкновенно красивые, от них прям вот такая благость идет, любовь, легкость. Да, тренинг будет, конечно, это необыкновенно замечательный. Да, практику можно делать ежедневно, тем более, я так понимаю, вы же специально пришли, чтобы сделать эту практику. Конечно, можно. Есть практики, которые можно раз в месяц, раз в полгода. На биоэнергетике мы делали такие редкие практики, то есть их нельзя часто. А родовые до результата, пока у вас все не будет шоколадно, я так понимаю, все равно у всех какие-то жизненные задачи стоят. На здоровье, что-то еще. Вот. Ну что, давайте все-таки на верную практику сделаем, да, с вашего позволения. Да, я вас тоже благодарю, друзья, всегда рад. Особенно, если вам нравится, вы воспринимаете, то есть это все делается только для вас. Безусловно, я получаю огромное удовольствие, когда вы тоже напитываетесь знаниями, благостью, это замечательно. Хорошо, поехали. Спинка у нас ровная, спинка ровная, глазки прикрыли. Мы сейчас сделаем на эту практику, я ее делал только вот на одном вебинаре, она немножко отличается от той, скорее всего, о которой вы подумали. Глазки просто прикрыли, попрошите, пожалуйста, ваших домашних, чтобы вас, любимые ваши домашние, не беспокоили хотя бы 5 минут. Сейчас все кошечки прибегут, кошечки, кошки, собачки. Дыхание ровное, спокойное, спинка ровная. Повторяйте за мной слух, настраивайтесь. Сейчас, пожалуйста, мысленно представьте перед собой вашу маму и папу. И не важно, живые они, в здравии, или если кто-то уже ушел из тела, все равно представьте перед собой ваших маму и папу. Вот. И мы сейчас сделаем одну очень интересную практику, благословение от родителей называется через рот. Для того, чтобы женщины могли выйти замуж, притянуть любимого, вот, чтобы мужчины тоже могли уладить свою жизнь, выстроить свою судьбину. И вот перед вами стоят ваша мама и папа. Мама слева, папа справа. И вы говорите, обращайтесь к ним в настоящее время, в потоке. Дорогие, любимые родители, пожалуйста, простите меня, если я когда-то осознанно или неосознанно обидел или обидела вас. Также я прощаю вас за все те осознанные и неосознанные обиды, которые вы причинили мне. Сейчас можете мысленно, образно ставить на одно колено, попросив божественное благословение от родителей. Это допустимо и даже очень благоприятно перед родителем, перед старшими в почтенном поколе вставать на одно колено, как делали наши далекие предки. Слегка наклоните голову, пожалуйста, даруйте мне ваши благословения, мудрости, наставления в моей жизни. Дабы в моей жизни все оладилось, все получалось и все происходило наилучшем образом. Я с любовью и с благодарностью принимаю ваши благословения. И посмотрите, как их любовь, тепло, трепет и мягкость входят в ваше сердце. Все шероховатости, неровности уходят. Даже если ваши родители ушли, то сейчас у вас есть возможность исправить маленькие обидки, недопонимания, а может быть какие-то глупости, которые были совершены. Проявите им свою любовь, свое почтение и уважение. Это откроет вам новые дороги в жизни. И скажите несколько раз родителям благодарю, роду своему благодарю, высшим силам благодарю. Я вас тоже благодарю. Сейчас родители начинают превращаться в радужный свет, который сияет, начинают по часовой стрелке вращаться вокруг вас, гигантский вихрен и входит к вам в сердце. Прямо в сердце. Скажите еще раз благодарю, благодарю, благодарю. Сделайте мягкий вдох, мягкий выдох и вращайтесь в ваше материальное тело. Такая легкая, воздушная, прекрасная, просто замечательная практика благословления рода предков. Надеюсь, вам понравилось. Вот, мы сделаем еще одну практику. Сейчас немножко пообщаемся. Вы мне спросите какой-нибудь эзотерический вопрос. Так про татуировки не спрашивайте, потому что реально скучно. Все же понимают, что татуировки носили раньше жрецы, шаманы для защиты от определенных духов злых и так далее. Для этого не нужно быть супергением. Тоже благодарю. Эту практику не только можно, но и нужно делать самому. По мере того, что у вас есть какие-то обиды, старые какие-то там крючки в сердце, очень классно помогает. Знаете, как будто вот из сердца вытаскивают иголки какие-то. Слезы это классно, значит у вас сердце открыто, вы никого себя не корчите. вот вы искренне открыты. Слезы, эмоции, даже сопли, это классно. Да, кашель тоже чистка. Надо с мамой выравнивать отношения Вадима, дорогой, конечно. даже если у вас жесткие отношения, напряженные, бывает, что родители пьют, бывает, что они вас не принимают, но мы не имеем права к ним плохо относиться. Мы имеем права хотя бы нейтрально относиться. Но самый простой метод выравнивать отношения с родителями, когда напряженные отношения, это молиться за их здоровье. Вообще, когда есть напряжение, я рекомендую жить отдельно. Если, конечно, вы вынуждены жить вместе, это гораздо сложнее, идет слепание. Это, знаете, как старые партнеры, вы уже отработали карму, а вы не можете разъехаться. Молиться. Молиться за их здоровье, за здравие. А если нет в живых, то молиться, чтобы у них был благоприятный духовный переход. Нейтрально относиться, это не испытывать ненависть, не злиться, не ругаться на них, не осуждать, не критиковать. Вот это называется нейтрально. А с любовью ну уж там по-другому никак. Ты пришел, обнял, поцеловал, привез фрукты, позаботился, понимаешь, там одеваешь, покупаешь одежду. Вот это хорошее отношение. А нейтрально это когда ты не позволяешь себе говорить что-то неуважительное в адрес родителей. Вот как-то так. Вот. Если непонимание, это понятно, что это люди старшего поколения. У них другое сознание, другое воспитание, понимаете, другой опыт. Но надо это тоже уважать. Понимаете, мы же не можем все одинаково быть. Так не бывает. Вот любые отношения напряжения в роду с родителями можно будет проработать на тренинде сего рода. Мы будем работать с древом рода, который будете составлять. И я вам дам соответственно техники. Мы будем работать по древнерусским, по древнесеверным системам. Ну, система это тоже такое слово, скажем, чтобы вам было понятно, которая очень легко и просто позволит вам обнулить и убрать эти проблемы. Они не по щелчку пальца за секунду пропадут, они постепенно лучше, лучше, теплее, 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 теплее. Вот, сейчас нам Светлана скинет также ссылочку, вы пройдете по ссылочке на тренинг, посмотрите. Вот. Почему не берут подарки? Потому что старое, особенно советское воспитание, так ты работаешь, там, я такое слышал, вот, часто клиенты рассказывают, так, бизнесом занимаешься, деньги это плохо, бизнес плохо, людей обманываешь, живи как я, работай на заводе за пять тысяч. Но это ее выбор, просто не говорите все, понимаете, не обязательно все рассказывать. Ну, будьте умнее, что, какие проблемы. Понять, это работало карму или нет, нужно продиагностировать родовые кармические индивидуальные узлы. И маятникам самое простое можно определить, есть или нет. Скорее всего, есть, если такое количество разломов. Ну, вот, кто-то пишет, что делал практику и результат заметен. Я вам серьезно на своем опыте говорю, результат будет постепенно лучше, 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 лучше. Вот, то есть, естественно, не мгновенно, но, вот как, смотрите, мы в спортзал приходим, качаем мышцы на силу, на выносливость, там, делаем практики. Постепенно мышцы растут то же самое в энергетике, также чакры энергетики и сновидения. Работа с родом то же самое, она постепенно нарабатывается, понимаете. Так же, как опыт вложения, кто водит машину. Нужно год непрерывно водить. Если месяц запускаете, вы забываете уже это сцепление, особенно на механике, то же самое с родом идет проработкой. Отец отдал связку ключей и черную кошку. Ключи это решение различных ситуаций в жизни. Черная кошка, скорее всего, на удачу. И, как правило, черная кошка это к деньгам. Скорее всего, так. род имеет не столько привязку, сколько есть такое понятие столбы силы и точки силы. Так, определенные места, где большую часть времени жители предки. Если мы правильно совершаем родовые практики, то души перерождаются в одном роду. Вот у вас рождается внук или сын, это ваши прабабушки. Именно в Древней русские знания об этом говорят. Поэтому, когда всякие там умные, псевдоэкстрасенсы начинают говорить вот ты там националист, родишься негром, если ты почитаешь свой род предков, делаешь все родовые практики, ты не родишься негром. У них другое уровень развития. Понимаете? То есть, кто бы что там ни говорил. Это правда. Это так. И в природе все не равны. Это не так. Это тоже полная чушь. Но согласитесь, заяц и лев не равны. Давайте говорить откровенно. Коммунизм тоже это духовная идея, кстати, взятая из вед, из духовных знаний, перевернутая на политику. В природе и даже в экономике, в политике люди не равны. Один зарабатывает миллиард, другой миллион, другой сто тысяч, кто-то зарабатывает десять тысяч в месяц. Или я неправду говорю. Поэтому, обладая древними знаниями, мы можем перерождаться в своем роду, в своей расе, в своей нации, в своей местности. Если мы ставим такую задачу, если нам параллельно, или мы хотим родиться в Гондурасе, то, конечно, если мы будем читать мантры, делать аскезы, попросим какого-нибудь Бога, то мы родимся в Гондурасе. Проблем нет. Мы себе такую игру, мы заказываем себе сценарий, прописывая, чтобы развлекаться в этом мире. По сути, все люди заслужившие Боги. И нам нужно прийти в состоянии Бога-человека. Третий раз прохожу практику, прощение рода, зеваю, кашляю, даже плачу. Это очищение, это много негатива скопилось просто. Вот. Если мама с головой не дружит, значит, скорее всего, либо у нее шизофрения, либо у нее подселение духов, что, в принципе, одно и то же. Это тоже решаемо, но без ее согласия уже, конечно, это насилие будет. Это уже по-другому решается. Можно, опять-таки, обращаться к роду за поддержку. Ее будут выправлять. Есть такое понятие, условиям, правка. Выравнивание к риблии правды. Или просто выравнивание. Когда вы обращаетесь к роду, к предкам, энергия начинает течь. У человека создают такие ситуации кармические, что он либо исправляется, либо его схлопывает. Все очень просто. Наверное, мы сейчас с вами еще практикуем. Обязательно ли обряд раскрешен при уходе из христианства? А нет, а зачем? Смотрите, на мой взгляд, достаточно проявить намерение. Мое скромное мнение я вам не навязываю. Мне кажется, что христианство, оно, конечно, оно эзотерическое. Там очень много есть эзотерических моментов, но там нет такой магической силы, реально, как об этом говорится. Поэтому, если вы сами для себя решили, что вы, допустим, хотите вернуться к родной вере, к вере предков, или вам просто близка природа, это никак не называется, это даже не язычество, это просто я люблю природу, это родная вера. Но там языцы назывались, древности язычники, языцы, народники. Те же викинги, достойный викинг переводится дословно селянин или деревенский человек. Поэтому, если вы живете в согласии с природой, с предками, с законами природы, с конами природы, точнее говоря, вам не нужно никакое раскрещивание. Но, кстати, если, например, в советское время там на квартире, где-то в доме крестили, ничего не делали, то сейчас используют конкретно черномагические ритуалы. Берут волосы и впечатывают в воск, а это уже черная магия. То в современных случаях, конечно, я рекомендую какие-то вещи проходить. Но сделать это можно при... Вот есть славянский обряд именно речения, который можно где-то на капище приехать, на какое-то славянское мероприятие, на купау, на слунсостояние, осеннее-весеннее равнодействие и волхвы, обычно трое-четверо, они проведут вам обряд. Вот. Значит, все вопросы по поводу там раскрещиваться, развенчиваться, вы берете самостоятельно, я за вас ответственность взять не могу. Вот у вас есть такая потребность, вы берете, посмотрите, это как тоже голод, вы кушать хотите, вы берете и едите, правильно? То же самое, если вы чувствуете потребность делать практики, читать мантры, там развенчиваться, вы берете и это и делаете. Но, скажу так, если вы четко осознаете свою родную культуру, вы понимаете, что вам инородное, и чужеродное просто не нужно. Вот. Поэтому все очень просто. Тут каждый сам для себя решает определение. Если родители передали обручальные кольца, это просто как семейные реликвии, это не значит, что их обязательно носить. Но их очень благоприятно хранить, потому что там все и негатив, и позитив, тем более, если золото, золото, оно вообще быстро впитывает на себя любую информацию. И можете их просто как вы справляетесь с людьми, которые вампирят. А зачем мне с ними справляться? Я просто не даю им энергию. Если вас есть за что-то зацепить, вас будут высасывать. а если не за что, зацепить невозможно. Вот и все. Вампиры, паразиты, тираны, это высшие учителя, которые обучают нас, показывают нам слабые места. Поэтому я благодарен всем вампирам, паразитам, присоскам, которые показали мне в свое время, где я был слабый. Вот и все. Поэтому Ну и есть еще магические техники тоже всякие, которые, когда человек совсем неадекватный, самый лучший способ освободиться от вампира сказать ему я тебя люблю. Он сразу заплачет в глаза. Я тебя люблю, серьезно, можно я тебя обниму? Давай, по вампирам, возьми у меня энергии. Пожалуйста, возьмите сейчас прям. Все, человек сразу упадет. Побольше любви, позитива, вот. И то, что не равны, вы буквально воспринимаете. Мы просто разные, причем тут не равны. Кто-то блондин, кто-то бремет, кто-то маленький, высокий, кто-то жмет от груди 150, кто-то стуль не может. Понимаете? Вот и все. Да, Татьяна правильно говорит, что венчание это чисто черно-магический обряд. В интернете есть информация, можете почитать. Но мы здесь же не будем все страсти над и сказки рассказывать. Вот. Мне кажется, что расстановки по холенгеру это очень хорошая вещь. Просто надо грамотного специалиста найти. Поймите, любая система, если она грамотный, грамотный тренер, она прекрасно работает. Вопрос в том, что любые расстановки это коммерческие системы и там нужно пройти там 15-20. А, например, там в Москве, в крупных городах это стоит недешево. Однажды пройдя тренинг всего рода, вы можете пользоваться этими знаниями всю вашу жизнь. Вам на расстановки ходить не надо будет, в принципе. Но расстановки вещь хорошая, в принципе. Так же, как и психогенетика, тоже отличная вещь, просто. Ну, вот, очень просто. Смотрите, на тренинге будем работать с любыми деструктивными состояниями и событиями. Аборты, бесплодия, перекрытия, сквернословия, это все обнуляется по одной системе. То есть, условно говоря, я вам даю волшебную палочку, при помощи которой можно убрать в том числе и проблемы с абортами. Любые деструктивные проблемы. Вот и все. Все будет очень просто. Вопрос про веру. Вера переводится с древнего русского языка до слова на 10-2 слова ве и ра. Ве это ведать, ра это свет. По сути, свет это знание. То есть, когда человек во что-то верит, точнее, что человек что-то ведает, он это знает, поэтому про язычников по словам говорили, что они ведали, они знали, то вера в понимании в примитивном, в современном, она не требуется. Сейчас объясню. Например, существует яблоко или камень. Вот видите камень? Я его вижу. Я знаю, что у меня в руке есть камень. Я ведаю. Зачем мне в него верить? Объясните. Если я знаю, что он существует. Если говорить, все-таки, наверное, вы имеете в виду не веру, а что-то другое, например, религия, то в этом понимании веру и религию выбирают по сердцу, то, что вам ближе. Я, например, родился со свободным человеком, с язычским сознанием. И у меня всегда было ощущение свободы. Мне нравится природа, путешествовать, походы. Это в моем сердце. Я никому это не навязываю. Есть люди, которые живут так же. Есть кому-то, кому нравится, например, другое что-то. Это прекрасно, если их это вдохновляет. Поэтому вы должны выбирать то, что вам близко к сердцу. Поймите, сейчас вот большая ошибка, когда есть, допустим, там, сели религиозные какие-то там секты, ребенок переходит с чистым сердцем, но ему не нужны религии никакие. Он понимает, что Бог не требует ни религии, ни каких-то там ограничений, ни правил, ни одежды. Вот как нравится человеку, так он и проявляется. Нравится писать картины, пишет, нравится петь, он поет. Понимаете? Поэтому это другое поколение дети, индикокристаллические дети. Все очень просто. Вот. Поэтому вы сами для себя решайте, что вам близко. И да, я думаю, что мантры с Ибабы читать полезно. С Ибаба, он был удивительный человек, я могу объяснить, почему его многие не влюбили. Он говорил в тебе Бог, в тебе Бог, в тебе, в каждом Бог и во мне Бог. Он не говорил я Бог, вот так он не говорил я Бог, он говорил во мне божественное, и в тебе, в каждом. А многие приняли это как, ну, многие секты его не любят, те же кришнаиты его не любят. Почему? Потому что человек говорил, не надо призмыкаться, не надо вставать на колени. Мы живем по сердцу, с открытым сердцем. Поэтому Бог есть в каждом. В каждом есть божественная искра сознания. Поэтому Ибаба был великолепным, даже не человеком, а аватаром, проводником божественных сил. И такие представители человека достойны не только уважения, но и занимают особое место в наших сердцах. Я всегда с уважением отношусь к таким личностям, к великим. Вот. Поэтому действительно подобное притягивает подобное. Если будете все время видеть каких-то вампиров, то вы будете их притягивать, будете говорить обсудить. И они будут появляться в вашей жизни. Вот. Вот. Как освободиться от вампира? Я же сказал, послать любовь, помолиться за него. Самая простая техника. Есть такая гавайская магия, как там называется, холополо, холополо, да, я не выговорю. Там есть такая техника, и настраиваешься, и говоришь, я люблю тебя, прости меня, мне очень жаль. Вот. Вы приходите на работу, а у вас начальник вампир. Так, а чё ты не сдал? Иди сюда. Я сейчас тебя буду шпили-вили делать. Так, что будем делать? Так, ты уволен. Ты хочешь переживаешь, на тобой человек издевается, и ты ему говоришь, я люблю тебя, прости меня, мне очень жаль. Человек пытается злиться, а не может, потому что вы не реагируете, вы не думаете, какой негодяй, он меня провоцирует, но и шлёте ему в любви. То есть, поэтому любовь, она трансформирует человека. Вот. Вадим, я не буду отвлекаться на ваш вопрос, с вашего позволения, посмотрите в интернете, там всё подробно расписано. Это не относится к теме нашей. Вот. Давайте будем меня... Курение плохо, водка плохо, алкоголь плохо. Надо стремиться на здоровую жизнь, заниматься спортом, зарядкой. А вот зачем что-то где-то проводят, задайте себе вопрос и сами получите ответ. именно здесь для этого я и нахожусь. Для того, чтобы вы задали вопрос, что вы делаете, зачем вы делаете, что происходит. Комментировать это уже излишне, знаете, говорить об очевидном, можете и сами догадаться. Понимаете, вот, например, многие про крест спрашивают. Крест – это крест. Крест – кресень. Крест – это огонь. Вот, знаете, такой камень ставролит в виде крестов? На Соловках даже монахи сверлят и носят вместо крестов. Крест – это древний шаманский символ, который носился на шаманскую одежду и на бубне. Ещё был 7 тысяч лет назад. Представляете? Поэтому вот и думайте вообще, что это такое, что он несёт. Крест – это огонь. И так как наши предки были огнепоконниками, солнцепоконниками, все очищающие обряды происходили через огонь, тоже хождение по углям, прыжки на купалу через костёр, очищение водой, также купались в воде, да? Понимаете? Да, вот холло, поло я не выговариваю, оно работает. Зуб даю, работает. Ровно правильно применять. Ну что, сделаем ещё одну практику? Или вы уже всё? Или хотите? Можем, если хотите, сделать. Но шаманские, языческие кресты работают. Они совсем другие. А религиозные, они, мягко говоря, до красоты, как бижутерия. Когда завидуют, значит, есть чему завидуют, радуйтесь. Наверное, красивая внешность, ещё что-то. А если вы считаете, что нечему завидуют, значит, вы себя не уважаете. Если завидуют, значит, это же клёво, значит, вы интересный человек. Правильно? Девушка красивая или сексуальная, может быть, у вас талант какой-то, красиво поёте или картины пишете. Всё клёво. Ну что, давайте практику сделаем. Кто-то уже не первый раз делает. Да, изменения хорошие происходят. Вот. В общем, приходите на тренинг силы рода, там будут умопомрачительные практики, необыкновенные, замечательные. Вообще, постоянно ненавидеть и завидовать невозможно. Идёт сильное разрушение души, сердца, органов, здоровья. Поэтому лучше, знаете, испытывать любовь. Поэтому вам будет гораздо проще. Вот Светлана скинула ссылочку. Сейчас мы после практики как раз новым зрением, свежим посмотрим. Пройдёте по ссылочке, посмотрите. Вот. И это возможности реально изменить вашу жизнь, вашу судьбу. Итак, поехали. Глазки прикрыты, слушаем мой голос. Чувствуем себя легко, комфортно, мягко. Настраиваемся на пяточки. От пяточек идут две прямые линии. Соединяемся с землёй и говорим, мать сыра земля, за земли меня. Мать сыра земля, за земли меня. Мать сыра земля, за земли меня. Идёт связь с нисходящим потоком. Настраиваемся на макушку, это родничок в темечке. И сняемся оттуда, прямой линии с небом. Говорим, отец неба, прими меня. Отец неба, прими меня. Отец неба, прими меня. Восходящий поток. У нас божественный поток сейчас. И земной. На левом колене настраиваемся на левое колено. В левом коленке у нас солнышко вращается против часовой стрелки. В правом колене по часовой стрелке. Сейчас мысленно разделили свою спинку на две половинки. За левым плечом говорим. Через моё высшее я приглашаю весь свой женский род выстрелится за моим правым плечом. За левой половиной моей спины. Наблюдайте, как там встают ваша мама, дочь, бабушка, внучка, сестра, может быть, тётки, все девочки. И женщина начинает переливать энергию, буквально приобретать качество нежности, женственности, мягкости. Такая доброта, знаете, забота. Способность стать берегиней для своего рода, для своей семьи. Вот. Вы дарите свой женский род. Чувствуете мягкость. Спинка натягивается, выпрямляется. Мы чувствуем основательность, мягкость. В правой части спины у нас встраиваются мужчины. Наши дети, папы. Дедушки, прадеды, внуки, братья. Мужчины приобретают качество мужественности, стойкости, уверенности в себе, умение позаботиться о семье, умение зарабатывать копеечку. Чувствуете мягкость, нежность. Благодарим всех мужчин. Сейчас повторяем так же за мной. Через мое высшее Я. На всех планах, на всех уровнях, во всех моих телах, в прошлом, в настоящем будущем. Здесь и сейчас осознанно и гармонично я произвожу слияние мужского и женского рода. В этом момент смотрите, как мужское и женское начало сливается в вас. Левое, правое, половинка полушария мозга также сливается. Сливается мужчина и женщина вашего рода в гимний поток. Огромный свет вихрем окружает вас. И все это входит прямо в сердце, в грудь. На этом прекращается война полов, родов, конфликты родов. Вы чувствуете мягкость, легкость, воздушность, нежность. При этом в левом колене против часовой стрелки вращается колено, в правом по часовой с огромной силой. Просто с огромной силой. Происходит жжение и перегорают негативные и деструктивные родовые узлы и каналы. Сами каналы родовые очищаются, становятся чистыми, свободными, легкими, воздушными. Продолжаем дышать, наблюдаем. Кто-то сейчас взевает, плачет, у кого-то слезы текут. Позволяем очиститься своему сознанию. Пускаем божественный свет, любовь. Делаем мягкий вдох, мягкий выдох. Открываем глазки постепенно. Возвращаемся в наше физическое и материальное тело. Вот. Также можем поделиться поделиться вашими впечатлениями. что вы испытываете? Тоже все благодарю. Все тело чешется. Ну, пора помыться, наверное, уже, да? В баню сходить. Захотелось кушать. Да, кстати, заметил, иногда после практики, особенно по биоэнергетике, часа через три, такой аппетит хороший. Но у нас сейчас полдвенадцатого ночи, мне неблагоприятно употреблять что-то. Если только совсем легкое, воздушное, какое-нибудь малиновое варенье, да? Извините, мне информация быстро идет, я пытаюсь сдерживать, но мне показывают образы, я стараюсь вот в этом темпе, в котором дают. Как идет, так идет. Извиняйте. Вот. Буду работать над собой, обещаю исправиться. Я ловлю себя на мысли, что я быстро говорю, стараюсь как бы немножко приостановиться, но иногда информация, она льется просто как ручей. Вот. Отрыжка, ну вот много негатива, то есть это как бы негатив же, это во-первых токсины, то есть тело перегружено токсинами. Вот. Но даже если вам кажется, что вы не успеваете, работа все равно идет, я вам могу точно сказать. Сто процентов. Да, тепло, слезы текут, зевота, зеваете. Друзья, если у вас проблемы со здоровьем, конкретные вопросы по магической защите, по диагностике, то вам лучше обратиться ко мне либо через индивидуальную консультацию, либо просто выйти, если у вас короткий вопрос, через контакт меня найти, там на Ютубе много моих роликов, очень много тоже по здоровью. Вот. Я постараюсь, я стараюсь всегда без внимания никого не оставляю отвечать. За левым плечом женщины, потому что левая половина женская, а за правым мужчины. Да ничего не перепутали, все хорошо произошло, все произошло как надо, на самом деле. Вот. Я всех благодарю. И еще раз приглашаю вас на свой тренинг «Сила рода». Вот. Там вы получите ответы на все свои вопросы. Вот. Действительно появятся мощные изменения. Я честно скажу, что к этому тренингу я готовился много лет. Я сам дорос до этого огромный период времени. Я готовился, систематизировал, изучал, перепроверял, работал, создал на не самую лучшую легкую простую систему. Вот Светлана благодарю и скинула ссылочку. Поэтому приходите на тренинг. Там мы с вами встретимся. Можем поработать уже более плотно. Да. Как я сказал, четвертый день будет посвящен вашим вопросам. И, соответственно, вы сможете уже подготовить их заранее на листочке, где-то прописать какие-то такие темы. Мы будем вместе это прокачивать, прорабатывать. Вот. И меньше обращайте внимание на всякие вот. Когда вы будете в радости, в потоке в любви, вы знаете, у вас все будет происходить наилучшим образом. К вам будут приходить только хорошие люди, положительные, и со здоровьем, материально, в отношениях у вас постоянно все будет выравниваться. Это есть опыт. Это не просто заученные фразы из интернета, из книг. Я изменил свою жизнь именно посредством любви и радости. То есть, у меня вообще сложный характер сам по себе, потому что планеты таким образом расположены. Но именно через практики это получилось. Да, тренинг будет онлайн, он будет живой. Даже если вы какое-то время будете в командировке или путешествовать, вы сможете, допустим, одно занятие посмотреть в записи, а остальных участвовать онлайн, быть с нами, в команде, задавать вопросы. Это классно, это очень интересно. Иногда сложный характер обусловлен астрологическим сочетанием планеты в разных домах. Это тоже можно все разобрать по полочкам. Я не астролог, но я могу порекомендовать каких-то астрологов, либо вы можете найти. Но чаще всего через молитву, через чтение мантр, через работу с уродом, через понимание своей божественной природы мы можем выравнивать характер. Мы можем становиться спокойнее, мягче. Ну, то есть, убирать бяку, становиться мягче. Это реально возможно. Хорошо, друзья, еще раз всех благодарю. Всем огромной радости, любви, света. Приходите на тренинг. Увидимся. А если какая-то задержка с оплатой, пишите организаторам. Я всегда иду навстречу. И можете ссылаться на меня, я буду настаивать на том, чтобы вам дали эту рассрочку. Так что, все классно. Аппетит переходит не потому, что затрата энергии, а потому, что обновление клеток и крови идет, обновление информации. Хорошо. Расскажу в следующий раз про планеты, куда попадают души. Приходите на тренинг, я все расскажу. Всем огромной, при огромной любви и радости. Это самое важное. До скорых встреч, друзья. Олег, уже прекрасный вечер. Я теперь готова ответить на все ваши вопросы. Да, Олег, это все вам. Все это благодарности. Это здорово, когда мы можем вот в группе, вы представляете, нас сейчас на тренинг записалось более трехсот человек. И среди них целители, колучи, психологи. Представляете, какая будет мощная энергия? Ведь вы, наверное, понимаете, что в одиночку справиться, например, с эгрегором или, как Олег называет, карнический узел пьянства, допустим, алкоголизма, в одиночку не справиться. Это очень трудно, но если только под производительством высших сил, каналом которого является Олег, это сделать гораздо проще. Я уже сама иду на тренинг, сама с интертенем будет 3 сентября, и мы вот, здесь, наверное, уже многие те, кто идут на тренинг, вот, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже идут 3 сентября с нами. У нас формируется зонная команда, уже чат сформирован, уже общаемся в чате, вот, вот, девочки, вот, те, кто уже идут, можем уже знакомиться друг с другом, надеясь, вы уже в чате, чат сила рода, и мы можем уже там с вами общаться, и Олег уже там дает вопросы, на некоторые, то есть, ответы на некоторые ваши вопросы. Сейчас еще раз я продублирую ссылочку, и вы можете, да, кто был с нами в прошлый раз, это 10 августа у нас была встреча вот на площадке «Сокральный вечерок», наверное, вы помните, что цена была 4,400. Это было как с самым первым ласточком, но вы, наверное, знаете, что даже бронирование, раннее бронирование там, диетов или чего-то, как всегда, немножечко дешевле, чем с самого начала. И вот цена уже на сегодняшний день немножечко увеличилась в 4,600. Тот, кто успел оплатить, зарезервировать за собой место, тот может оплатиться в 4,400, тот, кто записался 10 августа. Вот кто уже записывается сегодня, тот уже платит 4,600. И к 3-му сентябрю немножечко цена опять вырастет. Может быть, там поэтапно это будет, но мы идем навстречу, Олег сказал, если кто-то не может писать мы сразу, мы, конечно, идем навстречу и в расстройках это всегда пожалуйста, напишите вот только на почту. Любовь, если да, вы напишите пожалуйста свою почту, я посмотрю в списке, если вы здесь, то, конечно, 4,400 как самым первым. Так, Светлана, на ваш вопрос отвечаю, как попасть в чат. если вы мне прислали письмо подтверждения, что вы оплатили по такой-то системе тогда-то, то я вам должна была выслать форму опросника, которую вы должны были заполнить и на основе этого опросника, этой формы мы вас добавляем в этот чат. Процедура такая, к вам в скайпе постучится, добавится помощник, помощник вот в органе Галины Простереков, вы добавляете ее в свой скайп и тогда она вас присоединяет в группу. Но для этого вы должны заполнить форму. А форму мы высылаем тем, кто прислал вам подтверждение оплаты. Вот. Ответила, да? Если кто-то не успевает оплатить до 3-го сентября, пишите на почту мы обязательно это выпримем вас на доверие. Потому что тот, кто идет работать в силу рода, это наш человек, случайных здесь нет. Печатаем все расходство. и мы только приветствуем всех в своей команде. Очень сильно энергетика собирается, причем не случайно, а тех, кто сознательно работает. вот, Танечка Васильевна, для вас вот, я тоже считаю, мне кажется, что этот тренинг архиважный, поскольку не, если мы живем не в изобилии, то это в нашу эпоху уже не есть духовность. Это, вот, и над этим нужно работать, и мы на этих тренингах будем работать в том числе. вы, Танечка Васильева, можете по частям, вот, только на почту напишите, и, да, и если вы оплатили, то, опять же, пожалуйста, отпишитесь на почту, счастливый тревосмотр, рамблер.ру, как мы иначе сможем убедиться, потому, что, когда вы оплачиваете, тот, кто платил онлайн, получал онлайн, платежит, тот понимает, что там не видно, от кого пришло. Просто видно сумма, а за что, от кого это не видно. Так, секундочку, у меня там ребенок вызывает. спасибо. 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 за ожидание. И я готова дальше продолжить отвечать на ваши вопросы. Сейчас на почту загляну. Да, и запись будет, вот смотрите, в этой комнате есть две картиночки. Если вы картиночку нажмете, то вы попадете в группу сакральные вечера. Мы вот сюда выкладываем записи и анонсы наших мероприятий, и мы всегда будем рады новым встречам, новым участникам. так, Антонина отвечает на вопрос, как попасть в чат. В чат тренинг «Сила рода» попадает в те, кто идет на этот тренинг. А кто идет на этот тренинг, тот нам присылает письмо в подтверждение, что я оплатил участие, и мы высылаем форму, форму, какую нужно заполнить, там несколько вопросов, и в том числе ваш скайп. И после того, как мы получаем эту форму вашу заполненную, мы присоединяем вас в скайп-группу. Конечно, Светлана, можно, вот смотрите, вы открыли страничку, да, тренинг «Сила рода». Если вы не хотите, вот, если у вас есть свой Яндекс. личный кабинет онлайн в компьютере, или через Евросеть, я указала на страничке все данные, абсолютно все, даже «Приватбанк». И вы можете оплатить напрямую с минимальными процентами. Вот тут система «Екомтул» берет немножечко свои проценты. Вы можете прямые, используя прямые кошельки, или вот через Евросеть, все равно написано. Открывайте страничку, и под кнопочкой желтенькой «Заказать» есть прямые способы оплаты. Выбираете «Яндекс. посылок» или кому-то «Сберкарту». Вот. И высылаете нам письмо подтверждения. Тогда мы все тверяем и высылаем вам форму, которую нужно заполнить. «Сберкарту». Так что вы можете в терминале вот я вам тогда если вы на страничке опустили, я вам сейчас скину это прям здесь. Номер «Яндекс. спешим там». В принципе там все понятно и скоро забраться. Вот можно вот сюда, например. «Вижу его до вашей оплаты. Только пока еще от кого непонятно. Да. И кто регистрируется, нажимает кнопочку «Заказать», приходит автоматическое письмо от «Е-Контузо». Это не я лично там написано от Светланы Марсаковой, но это автоматическое письмо. Лучше мне написать, чтобы это вот на почте «Счастливой 3-8-ки «Рам-я-ру» участие скину 40 или в сайт непосредственно сразу в сайт. Все что я вам сюда кидаю. можете прямо так и скопируйте и скопируйте. По-моему, здесь и скопируйте. Да, скопируйте. Тут нужно букву в букву перейти сайт, вот, допустим, сайт, логин сайта и отправить запрос. чопируйте. Так, я просматриваю параллельные Echipod's 000. запись можете здесь да да главное выпадать запишитесь сохраните эту страничку себе в компьютер потому что как мне продюсер олега скажет что если цена повысилась то мы цену поменяем на страничке будет уже мы возможны и 4800 самый первый это вот первая цена была 4 400 на сегодня это уже 4 600 если мне дадут указания через какое-то время то придется поменять цену на страничке уже больше к началу тренинга она будет немножечко увеличиваться поэтому если вы почувствовали что это вам нужно то это ваше то хотя бы зарезервируйте по собой место конечно сувира можно да сразу там весь на страничке но я могу на страничке на это есть я могу вам сюда продублировать потому что кто в россии тем проще на карту кто за дизон тем проще по и пол и я думаю тот кто хочет попасть на тренинг это луна и найдутся способы и мы конечно же идем помогаем если кто-то не может сразу если кто-то даже 3 сентября не может берем на доверие вы только нам напишите на почту мы вас возьмем на доверие и так сможете так не стыке свою оплату потому что вы наверное понимаете что во всем должен быть баланс ну если какие то получаешь знания то это тоже энергия в объем мы должны вернуть свою энергию в данном случае мы можем только благодарить в денежном эквиваленте поэтому 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 да это да это карта правильно на эту карту вот еще раз только повторить частями можно да у нас уже есть вот девочки которые оплачивают частями на почте нам напишите что оплатила только то когда то по такой то системе да 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 и мы с радостью с вами встретимся на тренинге сейчас я прочитаю четвертый день тренинга это будет будет работа ответы на все ваши вопросы тоже будет ближе индивидуально это правда началась четвертый день первый день я прочитаю что такое род будем рассматривать и кем были наши предки почему возникают болезни и проблемы разводы устройство мира и вселенной медитация путешествия к роду это первый день второй день древо рода восстановление оборванных связей с предками и родом методы продвижения родовой памяти медитация выстраивания рода третий день методы работы с древом рода обновение негативных программ рода медитация обновения кармы медитация гармонизации с родителями четвертый день практики отлаживания рода погружение в родовой поток и ответы на ваши вопросы вот четыре мощных дня по три часа будет обязательно запись если пропустили даже если не пропустили запись обязательно нужно чтобы проработать некоторые ситуации повторно с возможностью где-то остановить запись чтобы глубоко и детально проработать ситуацию которое у нас осталось нерешенным работать с родом я думаю это всем всем нужно и если мы сегодня услышали о лего даркура если сегодня он нам попался скажем на глаза то значит мы готовы к этому получение этих знаний иначе бы мы просто наша душа не привела нас сюда спасибо 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 за то что вы с нами вас волнует судьба вашего рода, изменяя себя мы легче и проще перейдем из арийской расы в расу дожительную, которую сейчас эру водолея потихонечку трансформируется в новую расу. Да, спасибо, Светлана, вам. Благодарим вас за то, что вы здесь, за то, что вы приходите на эти вечера. Не было бы вас, не было бы этих замечательных встреч. Я пока буду какое-то время в этой комнате, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Ещё раз, ещё на связи. Мы ввести вот этот вот адрес, если прокрутить чат, то вы найдёте все необходимые девочки. Спасибо, девочки, до встречи. Встретимся в чате, встретимся в тренинге. Сила рода. И наша жизнь изменится гораздо быстрее, потому что легче всего это проработать с группой. А если такая мощная группа собирается, то это здорово. Благодарю вас. Всего доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова